всем привет привет мы сегодня идем на шопинг у нас осталось немного денег и нужно их потратить как же не потратить стокгольме здесь только магазинов здесь есть что купить их тратить ненужно так что мы справляемся мы сейчас в самом старом торговом центре в стокгольме и он называется НК почему-то именно так и он очень дорогой поэтому мы сейчас оттуда уйдем здесь одни шанель пуччи и блаба блаба смотрите здесь в стокгольме очень много магазинов с домашними всякими прибамбасами для в общем все для дома и вот здесь магазин вот за мной магазин вон там магазин это все вот для дома все и у них даже есть в H&M отдел H&M Home как Zara Home только H&M Home видимо бмб стоит там и на стекле бмб вис лежит штраф желтенькая бумажка вот я не постеснялся подошел посмотрел 550 крон в общем штраф это 55 где-то 56 евро в общем дороговазненько здесь нас в Риге штрафовали только на 25 то есть два раза дешевле до 100 лет до 100 лет до 100 лет до 100 лет дня не работает нет вернее все магазины уже открылись и работают за рахом еще нет люди так понятны смотрят люди да подходят и хотят зайти она открывается только в 12 хотя все магазины открылись 11 панцы они здесь испанцы да да может быть конечно стокгольм это не то место где нужно покупать adidas на здесь очень хорошие скидки например такой топ сейчас минус 30 процентов скидки и я слишком мелкая чтобы дотянуться до цены какая тина цена 249 крон было ничего нравится такие лосины или такие телка здесь минус 30 и стоит они 500 стоили 500 кроме как всегда пришел к форме манчестер и найта дима . футболку и брагимовича не не хочу обнимать их пакуа здесь есть пакуа я сегодня здесь набивают фамилию любую которую хочешь кстати знаете как просто здороваются в стокгольме вот у них привет привет если вас много то не горит мы сша думали что нас двое и так они просто так здороваются когда мы вдвоем заходим но потом мы подумали что если зайдет человек 10 они же не будут говорить хей-хей-хей-хей 10 раз ну наверное если много то хей-хей а если один то хей ну по крайней мере я только так слышу а еще здесь такой странный звук на светофорах когда как будто расстрел да мы вам сейчас покажем мне под него так бежать хочется тык 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 мы пришли в торговый центр который называется галериан вообще здесь вот в стокгольме есть целый райончик там где одни магазины и торговые центры здесь их несколько несколько торговых центров и куча куча магазинчиков вот и сейчас мы будем здесь ходить ребята я слышно с ума мы зашли с Димой в Холестер это наш любимый магазин и здесь скидки и я просто посмотрела сколько я всего набрала просто все эти кофты они за 6 евро я не могу их не взять я хочу их померить это стоит 10 евро мне нравится мне тоже вот еще такое платье оно стоит 20 евро поэтому я думаю что оно мне нравится оно классно не очень нравится вот эти вот штучки но я боюсь что я его не возьму потому что там куча куча вещей которые дешевле такое платье я его кстати уже мерила в Марбее я мерила черное черное мне нравилось больше потому что этот мне нравится цвет у меня старит следующий экспонат это моя кофта вот эта вот она мне нравится тем что мне нравятся вот эти штуки она простая и она мне подходит под ботинки вот но мне не нравится у нее то что она стоит 20 евро вот но она мне подходит под ботинки я не знаю я подумаю следующая это вот эта кофта она стоит около 10 евро я точно не помню сколько в общем мне нравится эта штука тем что здесь она выглядит как будто я ее заправила в джинсы здесь такой карман на самом деле там дырка и сзади как будто она выправлена с джинс я люблю заправлять в джинсы кофты поэтому это мое это торпик на лето знаете там открытая спина вот и мне нравится он стоит 6 евро и Диме нравится а следующая вещь это то чего у меня в гардеробе вообще нет это спортивная штука она очень милая и мягкая но она стоит 25 евро поэтому я подумаю но это уже со скидкой со скидкой вот поэтому я не знаю я подумаю посмотрим а мне нравится следующая вещь это вот такая штуковина накидка она стоит 12 евро но я не знаю она мне вроде как нравится но я понимаю что мне ее пока что сейчас носить меньше чем совсем поэтому поэтому нет итак я решила взять вот эту кофтичку эту самую первую то чего у меня нет и то кстати здесь очень прикольные джинсы за 20 евро но здесь совсем не диманых размеров вообще так что пока джинсы пока смотрите какая прикольная вот здесь кафешка смотрите как трибуна как будто люди в кино пришли мы сейчас идем пить кофе да мы идем в кафешку который 9,1 из 10 да по форсквейеру там естественно это итальянская кафешка я единственное что надеюсь что там не будет кофе по 5 евро здесь в Тугольме естественно есть магазин бандс почему естественно а потому что все ну не все но вот очень много шведов у них очень много есть вещей из этого магазина потому что они занимаются много кто катается на скейтах на сноубордах вот это все такое спортивное и поэтому они здесь скупаются и даже наш хозяин квартиры у которого мы живем у него тоже есть ванс у него еще есть конверс и хотя он уже ну как бы ну я бы не сказал бы что он старый и у него даже есть скейт мы увидели на балконе у него есть скейт в общем да и так одеваются все шведы у них по-любому есть что-то фланцевское дима по-моему в раю он уже нашел все розовые кеды дима тебя потянуло на розовые я вижу да ты часто смотришь такие вещи да прикольно за это здесь даже есть кроссовки какого-то крутого скейтера просто мы в этом не сильно разбираемся скейтерская тусовка это чем чем убить кроссы тем тем круче поэтому это вообще верх крутости мы пришли в нашу кофейню она естественно закрыта потому что знаете кто владелец итальянец владелец итальянцы в воскресенье не работают мы не растерялись и нашли новое место смотрите как мило так люблю когда делают всякие узорчики на кофе где мы сделали какую-то какашечку немножко у меня сердечко и мне еще нравится здесь в стаканчик как кофе прикольно мы первый раз сели в кафешке да за эти три дня это так клево да это классно сидеть это было чаще просто останавливаться и сидеть немного да на самом деле мы просто честно мы гасали как бешеные просто за эти два дня мы хотели все увидеть все нужно узнать и даже усталость такая чувствовалась когда мы уже приходили домой мы садимся и мы чувствуем как просто горят ноги пятки да 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 я смотрела на айфоне вчера вчера мы прошли позавчера мы пришли 18 с половиной километров а вчера прошли 17 испортились да ну прикольно нам стоп хорем очень нравится да очень классный город знаете если вот говорить о рейтинге городов которых мы были с Димой то Стокгольм у меня лично Дима у тебя наверно тоже так Стокгольм на первом месте да Барселона на втором ну Барселона меня ограничит с Парижем окей Барселона и Париж где-то там на одном и том же месте четвертое место где мы там в Рим в Рим а вот там Андорра Андорра и потом Риха это у тебя Париж на последний нет Париж у меня на втором у меня Рига на последний ааа Рига да Рига еще немножко не дотягивает пока до этих городов но правда есть правда мы продолжаем нашу тему шоппинга в этот раз мы в супермаркете фудшоппинг да я сейчас вам покажу кое-что что меня очень удивило смотрите видите эту штуку в тюбике это икра я так понимаю что это икра мойвы в тюбике ее просто вот как на картинке намазывать на бутерброд и кушать странная штука никогда такого не видела ну как бы видели но не в тюбике не в тюбике нет и вот еще абба брендированная что ли и вот какие-то мазалки жаль я не понимаю шведского не знаю что это вообще все кстати мы с Димой уже были в первый день еще в супермаркете и я удивлялась почему у них так много тако и вообще мексиканских соусов и так дальше оказывается все это потому что у молодых шведов есть традиции они каждую пятницу едят тако поэтому у них их так много любители тако и вообще они любители испанской еды я так понимаю потому что мы видели много кафешек с тапосами и которые называются там бокерия или еще что то я так понимаю что шведы вообще любят в тюбике все засовывать но это правда удобно потому что здесь много всяких соусов в тюбиках теперь пройдемся по сладкому смотрите здесь есть такие колбаски я так понимаю что это марципаны так как шведского я не знаю на английском там вообще ничего не написано я так понимаю что это марципан запихнут в такой тюбик выглядит как колбаса и тут всякие опять тюбики вот а еще шведы обычно пьют воду с крана потому что нехорошая вода вот и поэтому найти негазированную воду в бутылках очень сложно бутылированную воду без газа они не берут да вот так вот интересный факт потому что мы когда первый раз в первый день приехали в Швецию мы естественно хотели купить себе бутылочку воды и нам в супермаркете сказали что простите но у нас ее нет и мы такие что как вот и он сказал что ну мы обычно не пьем воду в бутылках поэтому у нас есть только ну если есть то только с газом то есть такая вот с газом это экзотика а без газа это просто с крана налил себе водичку да и пей кстати здесь в магазине из алкоголя можно найти только пиво крепкий алкоголь здесь не продается он продается в отдельных магазинах специальных и по времени то есть у них там по-моему до пяти вечера можно купить алкоголь в магазине поэтому вот так здесь строго кстати шведы едят и не только едят они ее любят лакричи представляете это вот эти конкурсы некоторые их ненавидят я знаю людей которые просто их терпеть не могут я могу их есть но они мне не нравятся а шведы их любят супер соленая лакрица фу я представляю как это мерзко смотрите так мы купили только три продукта а мы купили шведский шоколад тут прямо написано made in Sweden я купила конфеты с лакрицей тут вот такие вот вкусы не знаю будем пробовать я не знаю что это вообще как это вкусно нет так и мы купили все таки тюбик с икрой смотрите какие вообще шведские сувениры можно купить шувениры шведские смотрите на шведские шувениры смотрите это викинг такое ведь его обветрила немного как мои руки вот стать ведь он тоже снимает потом есть такие вот страшные геномы просто родители нам заказали им купить викинга из всех викингов которые мы вообще видели мы вчера кстати тоже смотрели вот этот по моему самый прикольный потому что вот это все статуэтки помните я вам рассказывал что в Швеции популярно воровать знаки осторожно оленей вот видите это намек на это мы таких знаков не видели к сожалению потому что такие знаки за городом оленей в городе нет здесь оленей не живут в городе здесь хорошие нормальные образованные люди посрочено на викинг пошли дальше у нас с Катей возникла такая идея что мы будем путешествовать собирать такие вот домики потому что мы видели что почти практически в каждой стране по крайней мере там где мы были подаются такие домики и может быть это такая коллекция да начнем с Стокгольма хотя здесь вроде как красный домик который мы вам показывали вчера самый популярный но все таки мы видим здесь больше таких вот домиков желтых поэтому мы решили взять такой кстати здесь есть милые магниты особенно мне нравятся вот эти вот олени вот эти и вон еще сверху милые смотрите мы еще берем такую тарелку сувенирную на самом деле мы берем ее Стасу он нас попросил потому что у него дома целая коллекция тарелок с разных стран и эти расходы входят в сувениры которые мы купили поэтому как вы видите можно спокойно вписаться в 200 евро на двоих за три дня с покупкой сувениров, одежды и так дальше смотрите шведы настолько простые что у них даже велосипеды не выделяются они самые обычные которые могут только быть смотрите в общем у нас осталось немного времени и мы решили съездить посмотреть на дом Карлсона и собственно вот он это обычный обычный жилой дом Карлсон жил вон там помните мы покупали в тюбике икру икру моевой она не прошла security control да это считается жидкостью хотя какая там жидкость это икра е-мое да и так прикольно она такая вы хотите попробовать мы такие блин так жалко она такая вы хотите попробовать мы такие да такие стоим начинаем пробовать и люди которые сзади нас проходили тоже начали смеяться да да шведы типа начали смеяться спрашивать типа и вам понравилось и охранник точнее и девочка которая security control спросила и мужчина швед сзади нас тоже стоял тоже смотрел на наши реакции мы такие нам типа нравилось это на самом деле была икра моего она была в ком-то соусе таком очень приторном и они такие все блин так нужно было типа на хлебушек тогда бы вам понравилось нужно было спросить может они у кого-то хлебушек конфисковывали мы съели с хлебушком мы прилетели да мы в Риге мы в аэропорту Риге ждем Стаса который нас должен забрать на машинке потому что отсюда мы даже не интересовались как можно добраться но я думаю что какой-то только шаттлбас и который дорогой да и мы достигли своей цели мы прожили в Стокгольме за 200 евро на 3 дня да так что это возможно можно было даже меньше потратить на самом деле да и стран то что Стокгольм город дорогой в принципе если знать места точнее если их искать эти места если их гуглить и узнавать не пить кофе да то можно выжить и еще в Стокгольм можно путешествовать с кредитной карточкой валютой той валютой которая вам удобна мы я даже честно говоря не знаю как кроны выглядят мне аж стыдно мне даже обидно их там посмотреть Катька пару раз там видела но я в руках даже их не держал я тоже да и сводишь один раз у нас не получилось распределиться карточкой это потому что это была кафешка вот она вот прям местная местная она такая old school знаете была да а так все карточка абсолютно все мы дома хорошо отлично доедели добрались домой вот будем прощаться и возвращаться в наш привычный образ жизни всем пока спасибо за то что посмотрели пока